Шалом, дорогие друзья, мы приветствуем вас и поздравляем с наступающим праздником Пурим. Это месяц, когда мы действительно фокусируемся на ту победу, которую Всевышний дал своему народу. Там происходило нечто, происходило то, что называлось геноцид. То есть было сформировано решение уничтожить еврейский народ, и Всевышний разоблачил злого Амана, который ненавидел еврейский народ. Я верю, что для нас, как верующих людей, из евреев и неевреев эта история очень важна для того, чтобы осознать силу единства в молитве и пост, которые брали евреи того времени. Сегодня я хочу призвать вас в это время к посту и молитве присоединяться к нашим общинам, которые сегодня берут на себя ответственность молитвы, ходатайства каждый день. После молитвы это уже будет от каждого зависеть самостоятельно, но я верю, что этот месяц, в котором мы уже находимся, очень важный и необходимый. Те бомбежки, которые проходят в Одессе, невинные люди, которые гибнут. Дети, взрослые. И враг не оставляет идею уничтожения еврейского народа, украинского народа, болгарского народа, русского народа, которые живут здесь, в Одессе, в Одесской области, либо Украине, и греки, и поляки, украинцы, белорусы, много национальностей в нашей стране. Давайте мы вместе будем соединяться в молитве и призываем вас к этому молитвенному марафону, который уже начался и будет идти весь март месяц. Мы просим Бога, чтобы дал нам милость, дал нам время выживать, чтобы мы остались народом целым, неразбитым, неруничтоженным, а чтобы мы могли прославить его и сказать, как велик и благо Господь. Достаточно смертей. Достаточно. И я хочу сказать еще раз достаточно. Цей березень очень важный. Я очень прошу вас. Преодинайтеся до нашей молитвы, визнайтеся, поставьте плюсик, или десь коментарий, что вы будете частью этого молотовного марафона. Очень мы просим. Продолжение следует...